Девушки отдыхают 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 Это томаты. Сейчас я попробую почистить эти томаты. Аккуратно надрезаем. И не в кипящую воду, а в кипяток. И немного подождем. Итак, наш томат в кипятке. Главное, чтобы он не сварился. Я сегодня на кухне один. Ребята готовятся к концерту. Через некоторое время они должны подъехать. Стиль музыки, который играет группа «Стрессор», сочетает в себе экспрессию панк-рока и мелодику «Рокобили». Это заводная музыка с бешеным ритмом на все времена. Но почему-то есть ощущение, что рокобили и сайкобили сейчас больше востребованы за границей, а не в России. Конечно, этот стиль востребован больше за рубежом. Потому что у нас музыку мало кто знает, мало кто слушает. Но существует также определенная, если так можно сказать, тусовка людей, которые приходят на наши концерты с определенным знанием и хотением это все услышать. Итак, наши помидоры мы очистили от шкурки и закладываем в блендер. Блендер большой, поэтому, я думаю, они все туда влезут. О, Андрюха. Приветствую. Познакомьтесь, это наш гитарист Андрей. Два Андрея. Кто между нами, можете загадывать желание. Здесь я очистил помидоры, положил их в блендер. Что дальше мы будем делать в нашем гаспачо? Значит, мы будем готовить белый гаспачо. Он обязательно готовится с хлебным мякишем. Так как, в общем-то, гаспачо – это в основном еда бедных испанцев, поэтому хлебушек лучше взять черствый. И обязательно белый. И обязательно белый, да. И освободить его от корочки. От корки оставить только мякиш. Маленьким количеством воды этот хлебный мякишек замочим. И пока отставим его в стороночку. Следующий этап. Пусть полежит. Следующий этап – нарежем огурцы. На своих выступлениях ребята из группы «Стрессор» выдают такой бешеный заряд энергии драйва, что ноги, хочешь не хочешь, сами идут в пляс. Это сколько же энергии нужно, чтобы один такой концерт отыграть? Количество и трата энергии, конечно, зависит от размеров сцены. А на маленьких сценах можно стоять, особо не двигаться. Энергии меньше тратится. Большие сцены, на больших фестивалях, конечно же, приходится бегать. Ну что, загружаем в блендер все, что мы тут сделали. И хлебушек туда же. Хлебушек. И хлебушек. Хлебушек вместе с водичкой. Шинкуем. Сельдерей, да, Андрей? Привет. О, Максим пришел. Приветствую. Чего паздуешь? За перцем ездил. Вот тогда перцем отлично. Не займись. Для того, чтобы нарезать перец, нам также необходимо избавиться от шкурки. Проведем ту же самую процедуру, что и с томатами. А я перца чили избавляюсь от семечек. На самом-то деле, чтобы он уж совсем у нас ядовитый не получился, возьмем от него только вот самый-самый кончик. А вот я почистил. Вот этого как раз и не надо. Пока Максим чистит перец, я порезал сельдерей и приготовлю его к загрузке в блендер. Давайте, ребята, я уже кушать хочу. На счету группы четыре альбома. Меняется ли тематика песен? Тематика песен, естественно, менялась, но общая тенденция – это, конечно же, различные фильмы 50-х годов. Это и монстры, и инопланетяне. Но вот последний альбом у нас уже более серьезный. Мы затронули некоторые душевные темы, жизненные. Иностранной публике очень даже было близко слушать такие песни, как «Спидап», «Be My Servant». В общем, это не просто энергетика, музыка, а также еще и смысл, который нужен в песне. О, Руслан. Привет, ребята. Приветствую. Ты, как всегда, вовремя, скоро уже кушать будем. Да, да. Хорошо. Максим – барабанщик, он сможет ножами вот так вот быстро. Мы не представили, Руслан, наш контрабасист, контрабасист группы «Стрессор». Да. Большой тяжелый инструмент, но я думаю, руки не дрожат, чтобы порезать лук. На контрабасе играть гораздо легче. Вот мы отрезаем чеснок. Вообще, чеснок кладется по вкусу, в «Спачку». Добавляем нарезанный мелко лук и чеснок. И осталось нам соль и керчика. Обороты – 34. И оливковое масло. Ставим на блендер. Ну что, поехали, кушать очень хочется. Давай, начали! Самый главный процесс. Первая скорость. Сколько секунд? Вторая скорость. Отделение первой ступени. Переходим на третью. Итак, у нас получился конечный продукт под названием «Гаспачо». Вообще, «Гаспачо» – это блюдо летнее. Соответственно, его нужно охладить. Да, и обязательно надо положить веточку тимьяна. В Испании люди так привыкли к этому супу, что зачастую подают его как третье блюдо. Поэтому ложечкой можно не пользоваться. А сразу? А можно сразу из пиалочки его испить. Прелесть. Готовьте «Гаспачо», питайтесь здоровой, правильной пищей. Эти рекомендации от группы «Стрессор». Для приготовления «Гаспачо» вам потребуются помидоры 4 штуки, размягченный в воде мякиш белого хлеба 3-4 кусочка, огурцы 2 штуки, стебель сельдерея, перец чили 3 грамма, болгарский перец 1 штука, лук репчатый 1 головка, чеснок 3-4 зубчика, сок половины лимона, соль, перец, оливковое масло, розмарин для украшения. Да, ребята из группы «Стрессор» выступали на разных площадках, но на кухне все вместе, наверное, еще не встречались. Но они с честью вышли из ситуации. Супчик получился вполне съедобный. Вот что значит слаженный коллектив.